и все такая вот у нас штука для проявки вот аэрозольный баллончик боди эски вот я прошелся прошкурил и решили с внутренней стороны покрасить это все дело почему потому что и тут было и ржавчинка и какие-то задирчики краска отслоилась кое-где так что сейчас пару раз покрасил теперь можно перевернуть и бабахнуть с другой стороны видно да что не все так модно и красиво тоже мы видим на кое-где красочка отошла кое-где вот она ржавчинка видно в принципе колонки в хороших руках были и поэтому они сохранились так вот аккуратно все получилось ну тут тенечек не видно по два раза прошел первый раз сухенько второй раз более жидким все очень даже хорошо получилось она такая матовое покрытие она не пачкается и она не такое прям черная немножко сероватым отливом я думаю будет хорошо с этим завершено ну это просто перетер все с ребятами пообщался подсказали что не стоит заморачиваться сильно с колонками вот покрасить поставь пусть играют нечего тут выделываться сильно поэтому попробуем сейчас покрасим первый раз посмотрю не понравится потом перешкурю перекрашу второй раз вот такой вот изменение произошло а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще немножко вот не досохло... Ничего, это микро... Вот, я думаю, будет более строго и аккуратно, чем было. Вот, а там, конечно, посмотрим. Если что, мне не понравится, я переделаю. Ну, так, в общем-то, они уже строгенькие такие, матовые. Ну, и сейчас я разведу лачка и чуть брызну. Лачок готов, пульвер готов, колонки тоже готовы. Вот у них такой вот интересный матовый цвет. От этого дела. Посмотрим, как это под лачком брызну. Что из этого получится. Вот так вот первый слой получился. И фактура, и есть чуть-чуть, как бы, от дерева. Вот, и в то же время и блестит, и она такая матовая, сдержанный блеск такой. Не глянется. Вот я сам себя снимаю. Еще один слоёк я, наверное, отдам. Вот такой сухенький. Как бы, слегка влажный. И, наверное, хорош. Как раз вот тот момент, когда оно и блестит, и за вот этой структурой, за такой от дерева, которое осталось, вот, вроде и блестит, и в то же время как-то сдержанно. Вот, заливать глянцем нет смысла. Все, так сказать, недоделки, все недочеты, они на такой вот, на глянцевой поверхности будут видны. А в данном случае у меня как раз обратные намерения, чтобы вроде и аккуратно было, чистенько, но в то же время как можно больше ошибок и просчетов все это прощало. Все-таки эта музыка в гараже, не на выставке, вот, и не в квартире. Я думаю, что вполне будет достаточно. Вторым слоем и хорош. В принципе, как я хотел, так и получилось. Вот она и структурка видна, и глянец есть. Вот, как видно. Особо и не блестит, и в то же время глянец есть. И все эти косяки, прошлифовки, все это практически ушло. И со стороны, вот, пожалуйста, есть глянец. То есть, освежить колоночки удалось. Это уже хорошо, это не может не радовать. Ну ладно, пусть сохнутся. Вот, в принципе, чуть больше, чем за полдня удалось взбодрить колонки. Вот, убрать всякие прошлифовочки на контактах. Тут были там, 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 какие-то нюансы. Сейчас это все, как говорится, будет скрадываться. Я прям доволен. Продолжаем реставрацию колонок. Вот встал вопрос. Я позвонил. Есть у нас такое арт-бюро, где, может быть, вот такие наклейки мне сделают. Ну, сейчас пока что занимаюсь тем, что перемыл немножко. Вот они, грязюки. Такой. Сейчас их отмою. И вот эти вот по-любому красить буду. Вот. Сейчас я буду зачищать, грунтовать. Потом посмотрим, как вот с этими. Здесь надписи. Хотелось бы их либо сохранить, либо сделают мне новые. Тогда будет проще. Можно покрасить и наклейки приклеить. Ну что ж. Вот эту удалось отмыть. Надпись тут более-менее ничего, но царапины. А здесь уже все постерлось. Вот. Ну и вот он момент какой. Алюминиевые накладки. Здесь методом шелкографии нанесен ее на алюминии. Значит, сначала красочка, и потом с шелкографией нанесена надпись. В принципе, уже неплохой результат. Вот. Эти надписи, они стираются. В общем, даже легко. Я решил, принял решение вот так покрасить, а потом будет видно, что к чему. Вчера вечером уже никогда было снимать. Вот таким вот образом. Все зачистил, грунтанул чуть, подпылил. Ну вот. Красил базой. Немножко отвердителя добавил для лака. Получился такой сдержанный тон. Вроде и серебро, но без глянца. Вот. Естественно, все это давно уже высохло. Ну, пусть еще чуть повярится. Вот. Решеточки я уже освежил. В принципе, колонки тоже подвысохли. Вот. Единственное, что меня держит, с наклейками еще не решен вопрос. хотелось бы доделать. Но, в принципе, эти наклейки можно наклеить уже и после сборки. Так что, в принципе, будем собирать колоночки. Такие накладочки еще хочу освежить сейчас. С колечками тут красными. Купил 39 рублей лак для ногтев. И хочу их немножко освежить. Ну, это сначала надо вот эту красоту тоже дунуть, покрасить, потому что от времени она так слегка грязноватая стала. И сделать вот эти обводы, как и были, заводские. Доработка не помешает, поскольку динамики мощные здесь. Чуть снизит, может быть, вибрацию, погасит, потому что здесь вот такой кусочек вот внутри, возле динамика, лежал ватки старой. Ну, я ее туда запихну. и изнутри колонки тоже обклею вот этим вот таким мягким. Не знаю, как это называется, но, короче, это что-то типа шумки. Я думаю, не помешает. Здесь вот швы, стыки все, которые и есть. Не знаю, сейчас видно или нет. Все родные стыки как бы в хорошем состоянии, поэтому я не вижу смысла промазывать эти все вещи там какой-то мастикой или клеем или герметиком. Колоночки достаточно герметичные. Ну, вот слегонца их обесшумить, так сказать, чтобы они более такие плотные были. Я думаю, не помешает. Целый флакончик особо красоты не получилось. Пока что оставлю. Так как и есть, во всяком случае, это лучше, чем было, но это неравномерность покрытия мне не понравилась. Надо что-то придумать другое. Кое-где все-таки получилось. сумочку воткнуть. Не так это все легко и просто, но, тем не менее, там, где удалось вот эти вещи по чуть-чуть обесшумить, я думаю, хуже не будет. Приступаю к сборке теперь колоночек. Вот, дошел ход, идет сборка, все паяю на всякий случай. Вот так. Потихоньку колоночки приобретают вид. Вот очередной динамик припаял. Вот опять же, защитил чуть лачком, чтобы не окислились контактики. вот так уже такой уже вид приобретается. Вот они наши колоночки. Это так, предварительная сборка. Тут просматривается, тут динамики просматриваются. Надо это все дело подкрасить, чтобы они меньше в глаза бросались. Сейчас разберем и доделаем. Вот это вот не очень даже как бы из общего стиля выделяется в ненужную сторону. Сейчас будем это дело убирать. Я решил слегка подкрасить, взял кисточку, тут красота никому не нужна, она ни к чему. Вот сейчас заправляем и ставим на место этот кожух. Ходовые испытания прошли нормально, тут проблемы были немножко. Пришлось папу поменять одного, один не очень работал. Ну что, осталось вот наклеить на моментик. Вот я тут клей проклеил, пассивные излучатели наши и в принципе собирать, скручивать и уже можно слушать музыку. Мурзык вот так. Так что сейчас наклеиваем, собираем и пусть поставим. Когда-то все начинается, когда-то все идет к финишу. Вот собрал колоночки, приклеил, пассивные диффузоры, но теперь я как минимум часов на 12 до завтра не включать, подключать, ничего не буду. Пусть так полежат. Клей пусть полимеризуется. Это момент. На момент в принципе лишь на что-то такое это и было посажено. Вот такие стали колонки. Еще предстоит сюда и сюда наклейки раздобыть. Хочу я сделать вместо вот этих вот ног конусные ножки вот такие вот где-то длинные. У меня чертежик уже есть заготовленный. Надо встретиться с токарем и отдать. Вот и все. На этом уже как говорится финиш. Основные работы закончены. Это уже декоративная отделка пойдет. Вот теперь вот так выглядят у меня колонки. Уже как говорится все приклеилось. я проверил по сравнению с тем что было конечно косички есть. сюда надо этикетки сюда и сюда наклеить. Но в данном случае я их пока что не заказал еще. Вот и ноги хочу другие сделать. Вот она у нас вторая такая же сестра. получилось так немножко со структурой как я собственно и хотел. Вроде и глянец есть и в то же время недостатки скрыты. Вот так стали выглядеть колонки. Еще было желание покрасить диффузоры у динамиков но тут мнения разошлись. вот я не стал ничем их пока покрывать. Выясню как правильно. Почему? Потому что можно накосячить. Обыкновенной краской с баллончиком эти вещи не делаются. Можно испортить динамики. Но об этом чуть позже. Вот таких результатов добился я. Освежились колонки. Проверил еще раз как говорится ходовые испытания. Вот все прекрасно работает. Понятно, что это не какая-то высококлассная техника сегодняшнего дня. Этим колонкам уже они по-моему 91-го года. Вот приличный у них срок. Но работают они тем не менее достойно. Вот пока что вот и все наверное. Остальные мелочи уже там этикетки и прочее основная работа вот завершена. Вот так решил я вспомнить молодость. Нравится мне звук этих бумажных динамиков и решил восстановить эти колонки. глянкия.